Нартовцы снова радуют своих болельщиков разгромным счетом 6-0 соперникам из Махачкалы Динамо Дагестан. Наша команда по-прежнему лидирует в турнирной таблице третьего дивизиона зоны ЮФО и СКФО. Кто из футболистов отличился голами на этот раз и какой была игра, расскажет Альбина Кураченова-Кенжева. После обидного поражения в домашней встрече с Ангуштом из Назрани, наша команда победила на выезде в Краснодарском крае. Каким же будет сегодня, матч покажет время. А мы спросим сейчас у болельщиков, какой у них настрой. Каким будет счет? 3-0, Нарт выиграет. Счет будет 4-0 в нашу пользу. Настрой замечательный, праздничное настроение. Вот вместе с сыном сегодня пришли на матч. Как считаете, каким будет счет? Ну, я думаю, 2-0, Нартовцы выиграет. Что пожелаете футболистам? Хочу пожелать футболистам удачи. Кто лучше готовился, тот и выиграет. Та команда и выиграет. Хочется пожелать всего самого хорошего всем жителям нашей республики, нашим гостям. Команды на поле у всех боевой настрой. Болельщики скандируют Нарт вперед. Игра с первых минут матча была на половине поля соперника. И уже на 10-й минуте гол забивает Вадим Абедоков. Было много моментов забивать махачкалинцам. И еще один гол в сетке ворот, и это автогол от Али Акаева. Таким образом, команды уходят на перерыв со счетом 2-0. Эмоции и впечатления после первого тайма? Ну, пока что все удается. Хорошо. Будем также в втором тайме продолжать. Надо забивать больше. Нам нужна разница. Мячей только вперед. Как поддержка зрителей? Великолепно, как всегда. Во втором тайме нужно добавить голов, порадовать еще болельщиков. Ну и забирать все тряпчика. Вышедший на замену Бастанов и добавил пару голов сопернику. Вслед за ним дубль оформляет Шахамир Исаев, отправляя красиво кожаный снаряд в центр ворот. Таким образом, счет на табло 6-0. Стадион ликует и благодарит любимую команду за победу. А помощник тренера поделился, что же стало провальным в прошлой домашней игре с Ангуштом. Очень тяжело втягивались в игру. Мы провалили эпизоды игры в первом тайме, чем воспользовался соперник. И во втором тайме уже, когда взялись за дело, стали исправлять, нам, к сожалению, не хватило времени. Два эпизода мы позволили Ангушту, которыми соперник воспользовался. Вся борьба у нас еще впереди. И все будет нормально, однозначно. Следующая игра состоится 16 августа на выезде Суор-Дагестан из Каспийска. Ну а домашняя встреча пройдет 5 сентября на стадионе Нарт. Альбина Курочинова-Кенжева, Мухаммед Ошибоков, Вести, Карачаева, Черкесия.